Здравствуйте, виноградари! Вы снова на канале Виноградник за окном и с вами Юрий Егорутин. Сегодня, как говорят, сошлись звезды и я в своем ролике и похвалюсь немного, ну слаб человек, что еще можно сказать, и заодно объясню одно вредное явление на винограде, которое можно использовать с пользой для себя и для виноградного куста. И для начала перед вами куст винограда сорта Кибрайский. Это одна плоскость шпалеры, с другой еще точно такая же. Часть гроздей уже срезана, но еще довольно много осталось и пока есть еще на что посмотреть. Этому кусту винограда около 20 лет, даже чуть больше. Урожай в среднем за сезон, ну последние годы около 70 килограмм. В этом году еще не знаю, но думаю, что не меньше. Около 15 килограмм уже срезана. Остальная часть перед вами. Этот куст находится на двухплоскостной шпалере. Высота ее 2 метра 10 сантиметров и занимает около 6 метров. Все побеги чеканены на высоте чуть выше верхней проволоки, никакого свисающего прироста. Нагрузка составляет около 80 побегов, то есть расстояние между побегами от 10 до 15 сантиметров. Пасынки не удаляются, а прищипнуты все на 1-2 листа. На каждом побеге около 16 основных и 32 пасынковых листьев, то есть на этом кусте около 4000 листьев. Листья, как я уже неоднократно говорил в своих видеороликах, не удаляю никогда. Вот только сейчас на этой стороне удалил по 2-3 нижних листа, для того, чтобы произвести впечатление. Человеческие слабости мне тоже не чужды. Итак, с первой частью ролика я закончил. А теперь перейдем ко второй, более информативной. Итак, есть такое вредное явление на винограде. Вертикальная полярность. Она заключается в следующем. При вертикальном расположении плодовых стрелок наиболее активно растут самые дальние, а у основания побегов рост очень слабый. Поэтому все плодовые стрелки располагают горизонтально. Это в значительной мере выравнивают рост побегов по длине плодовой стрелки. Но все равно самые дальние побеги растут сильнее и получают больше питания. И вот это, казалось бы, не очень хорошее свойство винограда я уже давно использую в своих, так сказать, алчных целях. И если мы рассмотрим мой куст винограда, вот перед вами это крайняя опора, то обратите внимание, у меня две плодовые стрелки. Одна подвязана вот к нижней проволоки, а вторая подвязана к верхней проволоке. Вот это расстояние приблизительно 20 сантиметров. Я это делаю сознательно, во-первых, для того, чтобы весной, когда побеги еще хрупкие и могут отломаться, их можно было быстро подвязать ко второй проволоке. Ну, от второй проволоки до третьей расстояния 33 сантиметра. Здесь я еще одну не вяжу, по той причине, что вот ко второй проволоке все-таки плодовые стрелки я подвязываю очень редко. Но вот в данном случае подвязал. И обратите внимание, вот у нас два самых последних побега на одной плодовой стрелке и вот на второй плодовой стрелке. И если их сравнить с другими побегами этого куста, то они самые мощные. То есть вот этот и вот этот побег. Но так как этот сорт очень рослый, то вот это явление вертикальной полярности, то, с которым мы все время боремся, я и использую. То есть я на последних побегах практически всегда оставляю по два соцветия. И вот смотрите, в данном случае у меня вот на верхнем побеге вот одна гроздь и вот выше вторая гроздь. И точно так же и на этом побеге. Одна гроздь и вторая гроздь. Хотя обычно я оставляю на побег одно соцветие. И плюс еще и несколько побегов на кусте у меня всегда бесплодные. И как правило бесплодные находятся у меня на сучках замещения. С одной стороны кажется, что я слишком нагрузил эти побеги. Но куст устроен таким образом, что именно эти побеги получают гораздо больше питания по сравнению со всеми остальными. И это несмотря на то, что мы подвязали этот побег горизонтально, чтобы выровнять рост этих побегов. Так вот, то отрицательное качество я просто здесь использую в своих, как я уже сказал, корыстных целях. И вот этим мне удается решить две задачи. Получить дополнительный урожай и нагрузить самые сильнорослые побеги. И вот эта нагрузка неплохо выравнивает, по моему мнению, рост всех побегов на плодовой стрелке. А сейчас я хочу для интереса, ну и для того, чтобы все-таки похвалиться. Хотя, возможно, здесь хвалиться особо и нечем. Я хочу взвесить эти две грозди, вот эту и эту. И хочу посмотреть, какая же масса этих двух гроздей, которые находятся на одном единственном побеге. Как я уже сказал, длина этого побега около метр восемьдесят, около шестнадцати основных и тридцати двух пасынковых лисьев. И смотрим вес этих гроздей. Приблизительно три килограмма, наверное, двести пятьдесят грамм. Вот такие две грозди выросли на одном побеге. В принципе, если посчитать, что вот сейчас она верхняя, но это нижняя гроздь, она гораздо больше, то прибавка за счет второй верхней грозди составила всего лишь, наверное, грамм восемьсот. Нижняя гроздь оказалась два килограмма сто грамм, а верхняя один килограмм. Такое ощущение, что куст немножко без двух гроздей осиротел. Ну а теперь давайте попробую объяснить, как же получается, что на одном побеге три килограмма двести грамм. А у меня есть видеоролик, в котором я рассказываю, что для одного килограмма ягод нужно, по моему опыту и по моей игротехнике, около одного квадратного метра. А на побеге, с которого я срезал две грозди, всего лишь 0,6 квадратных метра. И кажется, что я вас все-таки обманул. Но это не так. Я вас не обманывал, потому что побеги на винограде все же очень сильно взаимосвязаны. И за счет бесплодных побегов вызревают грозди. И на вот на таких нагруженных побегах вызревают не только ягоды, но и лозы. Если взять этот куст, то на нем 80 побегов. Из них 10 бесплодных, совсем без соцветий. Обычно я не оставляю там их по той причине, что они все-таки гораздо меньше. Например, на таком самом дальнем побеге на плодовой стрелке даже верхнее соцветие бывает больше, чем те соцветия, которые я удалил и которые у меня стали теперь бесплодными побегами. Как я уже говорил, они у меня находятся практически всегда на сучках замещения. Именно из них вырастают довольно неплохие новые плодовые стрелки и новые сучки замещения. Поэтому я использую это, в общем-то, отрицательное свойство винограда в своих целях. Но повторю, обычно я это делаю только на особо сильно рослых и довольно уже взрослых кустах. На молодых кустах практически не практикую. Надеюсь, мой видеоролик вам понравился. А с вами был Юрий Егорутин. До скорой встречи. До свидания. Пока.